Ну, у меня привычка такая, что если тем более мы идем, так вот всю местность сканировать, так сказать. Я заметил слева от нас буквально в 70 примерно метрах угол палатки, торчащий. Просто какой-то зеленый угол, торчащий из-под снега. Мы подбежали туда и видели, что это палатка со стороны входа. Значит, остальная часть, задняя, это передняя стойка была, задняя стойка, значит, упала. И эта часть палатки где-то на две трети была занесена снегом. Значит, пара лыж стояла, значит, около палатки, ледоруб около входа в палатку. И вот мы взяли этот ледоруб с мыслью о том, что нет ли там кого-нибудь в палатке, стали разрубать фирм. Вскрыли, значит, вверх палатки, дошли до ватников посланных, значит, там ниже были рюкзаки. И так, как обычно, нам казалось, все как обычно, как мы зимой устанавливали палатку. То есть расположение вещей. Да, да, да. Значит, у входа, с левой стороны, как бы от входа были печка с дровами внутри, значит, пила вот так вот в загнутом состоянии, топор, котлы для того, чтобы варить. То есть все вот в таком виде. Ясно, что печку они ставить не пытались, и не пытались разжигать. Нашли продукты. Тут же наверху была разбросана буженина. Значит, мы поняли, что, наверное, они собирались как раз в этот момент поесть. И флягу со спиртом обнаружили. А когда осмотрели вокруг палатки, значит, обнаружили, что, ну, рядом с палаткой выдув такой был, снег вынесен. Как палатка, как препятствие, ветер его обходил, буквально метрах в пяти от палатки начинались следы, значит, рядами следы. Мы там насчитали восемь, точно восемь пар следов. Представлялось, что снег был утоптан, довольно мягкий был снег, как бы застыл в таком положении, вот этот след отпечатался. А то, что там лишний снег был, на который не наступали, его выдуло ветром, и эти следы как бы на таких вот ступеньках просматривались вниз. То есть они тянулись в сторону леса, по склону туда. Там виден был вот такой крона большого кедра. В том направлении ушли. Ну, вот нам стало ясно, что... В палатке мы никого не нашли, следы ведут туда. Неясно было, почему следы выглядели так, что как бы... Есть следы от ботинок, ботинками оставленные, следы оставленные валенками, следы оставленные носками. Это было прям различным. Да, видно было, значит, и даже вплоть до того, что чуть не голыми отпечатались эти вот передние пальцы ног, как бы чуть не голыми. Вот такие вот, в таком виде вот эти вот следы мы обнаружили. Это трудно определить, чьи это конкретно следы. Вот я вам показал эти кадры, чьи это следы, но 8 пар следов были четко. Одну пару, так, я не помню, значит, кто-то видел или нет. Я лично видел эти 8 пар. 8 пар. Судя по всему, многие говорят, что они не бежали, потому что они шли вот шеренкой вот так вот, за руки державшись, потому что между ними небольшой интервальчик следы. И шли как бы вниз. И может быть, они кого-то, кто-то уже был в плохом состоянии, кого-то они придерживали, поддерживали. Тут могут быть разные совершенно версии, как события разворачивались. Мы следы не разглядывали, пытаться что-то там потрогать их, посмотреть. Мы просто ошарашенные были этим видом, что сохранились следы, что вот 8 пар, а конкретно не разглядывали. Мы сразу шли на работу, искать их под снегом. А это, представляете, полоса, она шириной метров 200 была, эта полоса, и 1300 метров туда вниз. Ее щупами все нужно было прошерстить. Могли теоретически быть еще какие-то чьи-то следы? Или вы бы их заметили с другой стороны? Тут трудно было заметить какие-либо следы, потому что мы понимали, что если бы следы были оставлены в тот же момент, когда и вот эти следы, то они таким же образом могли сохраниться. А там такой был фирм, что вот мы шли, уже к палатке подходили близко, мы лыжи уже сняли, потому что в ботинках нога скользила, мы палками, значит, пытались себя удержать. То есть твердый наст такой, на котором никаких следов от ног не оставалось. То есть это твердый снег был. Значит, следы могли быть найдены только весной после таяния, вытаивания. Если бы вот внимательно кто-то обследовал это место в момент таяния слега, то могли бы найти следы и лыжни, по которым они подошли и так далее. Только тогда... Там было снег, да? Да, когда уже снег стал таять, и вот там ниже это просматривалось. В данный момент чего другого. Ну и потом наше состояние надо понять, что мы как бы увидели то, что вот в первый момент бросили за глаза и не исследовали и дальше. Мы быстренько спустились вниз, сказали, значит, этому проводнику, чтобы он шел за нами. Моментально по готовой лыжне свалились в сторону лагеря. Там, значит, уже пришла группа. Манси пришли, они радиста неволенно притащили с собой, с рацией. Мы связались с базой, значит, объяснили ситуацию и наметили как бы программу поисков на следующий день. Можно еще несколько по этому дню уточнить? Скажите, возле палатки какие-то вещи были замечены? Там фонарик, ножик? Фонарик, мы фонарик нашли наверху палатки. Да, фонарик, да, был найден наверху палатки. Он был включен? Ну вот этот сейчас надо вопросы как бы уяснять. Я уже тут за давностью забыл, значит, значит, боюсь сейчас перепутать там, где-то это все написано. Значит, фонарик. Ниже, значит, вот метрах в пяти от палатки, туда, в сторону склона, были, значит, тапочки, что-то в виде как одеяла. То есть вещи там были. Ну, видно, ну, бросалось в глаза, что действительно это все было брошено, потому что уходили в спешке. Потом позднее уже нашли там обрывки пленки, значит, кинопленки, и непонятно, что это, или это тогда было в моде, значит, пользоваться кинопленкой для того, чтобы снимать, потому что стандартную пленку для фотоаппаратов ФЭД там трудно было достать. Или это кинопленка была для того, чтобы разжигать там взятые для чего-то, и она вот вывалилась и там была. Или это та пленка, которой пользовались. Это сейчас трудно установить. Ее никто не пытался, по-моему, проявлять. Ну, если она уже брошена, то она засвечена? Да, она была засвечена, как рулончиком, вот так вот. То есть создавалось впечатление, что когда она не вот в такой спешке, выкатилась просто и осталась. По-моему, один или два мы фотоаппараты взяли в палатке и принесли в лагерь. Фотоаппараты, мы не знаем, я не знаю, чей фотоаппарат, но один фотоаппарат точно. Мы нашли их походные документы, деньги, палатки они были. Вот это вот мы принесли, после первого дня поиска все это было обнаружено. Ну вот особенно, когда мы обнаружили там документы и деньги, походные документы, было видно, что ясно, что палатку-то они покидали очень срочно. Внезапно. Внезапно, да, совершенно внезапно. Все вещи, которые вот должны были бросаться в голову человеку, когда он так вот покидает палатку, в такой ситуации, они наводили на мысль, что уж очень спешно. Они готовились, либо это было к завтраку, мы не знаем, либо это к ужину. Идея одинаковая. Готовятся бутерброды всегда там, колбаса, допустим, с сухарями, или еще что-то. Может быть, даже у них был хлеб, мы этого, я не знаю. Но были приготовлены и лежали, нетронуты, то есть они готовились поесть. И вдруг нужно было выскакивать. Кто-то уже, считается, что трое были вне палатки, а остальные в ней были. И они в спешке оттуда вылетали. Вот что это такое, самое главное, надо искать ответ на этот вопрос. Что заставило их панически бежать? Это явно панически. Когда туристы ночуют в таких ситуациях, примерно в таком походе, они раздеваются вот так на ночь? Или там кто-то там в верхней одежде? Конечно, конечно. Потому что идешь, потеешь. Поэтому вот ночная одежда – это святая часть твоего снаряжения, где ее бережешь в мешочках различных, чтобы вот одеть на ночь сухую, теплую майку, потом свитер, конечно, в теплых вещах. Но самое главное, на тело нужно было сухую одежду одевать. У них рубашки-ковбойки у многих были? Ну, наверное, в то время ковбойки были, да. То есть их поведение было совершенно нормально. Мне кажется, как мы всегда в походе одеваемся и ведем себя. Более того, вообще принято было, что если холодная ночевка, допустим, а не вот как вот у них, то носки на грудь кладутся, чтобы они подсохли здесь у тебя хоть как-то. И были утром теплые носки. И даже ботинки как-то сюда устраивали не где-нибудь, чтобы они лежали, а между тобой здесь были теплые, потому что настолько ботинок кожаный замерзает, его потом вот так вот не разогнешь, можно ломать только. Был фонарик найден немножко ниже по склону от палатки, чуть левее от их маршрута. Значит, пояс, вот пояс, который как бы вот носят на поясе, вот как поясной ремень, что ли, который не принадлежал, Юдин его не опознал. Это солдатский пояс был, армейский? Да вот, тут трудно сказать, значит, вроде не армейский. Потом еще ножны какие-то фигурировали, найденные. Я знаком с этим снаряжением, с которым они ходили, потому что в предыдущих походах тоже эта же палатка была, которая здесь фигурирует в деле, и все остальные вещи. В палатке была газета, стенгазета. Ну мы вот тогда она нам на глаза не попала. Скорее всего, газету эту встретили на следующий день, когда стали разбирать. Я, например, вот этого момента не запечатлел. У меня этого в голове не осталось. А также вопрос еще по поводу в палатке. Там конек удерживался какой-то бамбуковой палкой, которая была над... Да, это задняя стойка была, которая была как бы разломана пополам примерно. Поэтому вот эта задняя стойка была внизу, и все это было под снегом. Она была сломана под давлением снега? Ну, палку уже изучали в основном на следующий день. Этот вопрос так и остался открытым. Значит, некоторые товарищи говорят, что она чуть ли не резаная была. Но представьте себе бамбуковую палку резать ножом. Значит, это или сломана была. Никто не может сейчас сказать, какой был слом, или она вот так вот как бы растрескалась, как обычно, бамбук, или просто такой ровный срез. Вот вход в палатку был вот так вот, такой вот примерно, достаточно узкий. Там снег, туда проникнуть было нельзя, поскольку все равно тут буквально за стойкой, и в каких-то там полметрах уже палатка уходила под снег. То есть проникнуть туда через этот вход было нельзя, и видно было, ясно, что надо попадать в палатку через верх. Стали разрывать, вот, чтобы проникнуть туда. Было видно, что есть надрезы на палатке? Да, было видно, что вот такой косой разрез. Мы когда вот открыли, часть повреждений мы нанесли. Значит, вот это, скорее всего, вот лоскут вырванный, вот так вот, там два таких вот надреза. Это, скорее всего, и лохмотья кое-какие мы нанесли. Но два надреза, вот такие косые, они шли, как бы, от верхней части вниз туда, как в этой вот, ну, к той части, где вход был. Вот на уголок, как бы. То есть такое впечатление создалось, что пытались разрезать ножом, там потому что были несколько дырок, так видно, что попытки проткнуть. Значит, и вот так вот ее распороли. Ну, так палатку разрезать ножом изнутри тоже быстро не получается. Но если не было попытки выйти через выход, то ясно, какая спешность была для того, чтобы ее покинуть, если вынуждены были разрезать ножом. Не быстрее ли выйти через двери? Ну, вот поскольку 9 человек через двери, это, сами понимаете, из такой длинной палатки, она была из двух палаток сшитых. Не быстро, а потом то, что их заставило спешно покинуть палатку, это тоже было экстренный какой-то случай. Первая версия была озвучена в 59-м году, и все хотели эту версию. Это от снежной лавины. Но пришли туда специалисты, специалисты по глицеологи, специалисты-альпинисты приехали из Москвы, из Свердловска, и сочли, что эта версия совершенно не проходит, поскольку нет никаких условий для образования снежной лавины. Я после участвовал на следующий день в разборе палатки. То есть я официально был назначен в эту группу, которая как бы должна была и там фигурирую в протоколе осмотра, когда разбирали палатку. Ну вот я вот уже тогда, когда вот разбирали палатку, я примерно как бы зафотографировал зрительно, в каком месте стояла примерно палатка, по рельефу местности. Я на основании этих поисков потом уже 50 лет спустя искал предполагаемое место палатки, когда вот мы летали туда на вертолете в уже девятом году с Юрием Юдиным, с этой спермской группой, с гляциологами, которые занимаются, у них была версия относительно лавины. А вы как считаете, могла быть лавина? Нет, нет, я считаю, что тут лавина ни при чем, потому что палатка вот так вот стояла, колья, значит, угловые, как были, так и есть, в том виде, в каком мы ее обнаружили и раскопали, там никаких следов лавины нет, не должно быть, потому что снег, который был нанесен на палатку, это часто просто ровный, как бы слой, значит, на порошенную снега со временем он застыл, и все. Вот, ну, лыжи стояли у палатки, которые мы нашли, они действительно стояли, ледоруб стоял, значит, ну, лавина не оставила бы ничего, то есть, эта версия с лавиной совершенно отпадает.